Спасатели откачали воду из почти 250 домов, которые подтопило после сильнейших ливней в Большом Сочи. Такие данные приводит пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю. Из зоны подтопления вывезли уже 2,5 сотни тонн мусора. Аэропорт, железнодорожный вокзал и социально значимые объекты работают в штатном режиме, а снабжение домов газом и водой возобновили в полном объёме. За ходом восстановительных работ наблюдает Александр Руденко. Водное такси дети в посёлке Мирном воспринимают как аттракцион, хотя взрослым не до шуток. Первые этажи домов затоплены до сих пор. Вам нужна еда, вода? Консервы, хлеб, печенье и вода. Минимальный набор продуктов волонтёры развозят прямо по домам. Гуманитарную помощь собирали силами местных бизнесменов. Всю воду отсюда надо убирать, потому что очень высокий уровень грунтовых вод, и вода из домовладения не уйдёт, пока мы не откачаем озёры. Ход работы оценивает на месте министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Вслед за главой ведомства к месту ЧП прибывает и дополнительная помощь. Двумя самолётами МЧС в Сочи доставили несколько водооткачивающих машин. Сейчас организовано проведение аварийно-восстановительных работ. Работает группировка сил более 1600 человек. Более 400 специализированных автомобилей. Это пожарная техника и специализированная техника. Потому что в зонах, в низинах скопилось большое количество воды. Очень высокий уровень грунтовых вод. И мы планируем в течение суток завершить откачку и расчистку основных магистралей в зонах затопления. На городских улицах коммунальщики, спасатели и волонтёры разбирают завалы. К ликвидации последствий стихии на территории Адлерского хлебзавода привлечены военные. Хлеб в район теперь привозят из центра Сочи. На реанимацию производства потребуются колоссальные средства. Вот такие мини-свалки сейчас на всех улицах Адлера. Люди выбрасывают бытовую технику, мебель, детские игрушки, музыкальный центр, диван, матрас. Всё, что уничтожила стихия. Комиссии, оценивающие нанесённый ущерб, местные жители называют разные цифры. Утонула ведь не только мебель и бытовая техника, но и сотни автомобилей. Городские власти пообещали обеспечить ремонт машин за счёт бюджета. Скоро начнётся и выплата единовременных компенсаций. 10, 50 и 100 тысяч рублей каждому пострадавшему. Работают три штаба в круглосуточном режиме с телефонными линиями по организации и обеспечению выплат людям. Первые выплаты начнутся в понедельник. Сейчас идёт их серокопирование, подготовка этих документов к осуществлению людям выплат. Кроме краевых выплат предусмотрены компенсации из федерального бюджета. Параллельно ведутся аварийно-восстановительные работы. Уже откачано около 500 тысяч кубометров воды, вывезено 240 тонн мусора. Полностью привести курорт в порядок власти обещают в середине следующей недели. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртокий, Светлана Наливайко. Вести, Сочи.